В предыдущей серии Из дома жертвы исчезает часть имущества, техника и продукты питания Вещи погибшие оперативники найдут у соседки, многодетной матери То есть она, идя утром за дровами, обнаруживает в дровятнике мешки с продуктами питания Зная о том, что она стоит на учете, она подучетная, ей не нужны никакие проблемы Она в связи с этим позвонила сокровник и медиц Вскоре нити расследования приводят вновь в этот дом И внимание правоохранителей падает на братьев хозяйки жилища Ранее они уже были судимы, парней немедленно задерживают Уже при допросах Костева, да, они сами объективно пояснить, почему именно они вот так вот убили Почему нанесли такое количество ранений женщине, они объективно это пояснить не смогли Фигуранты пытались замести следы, уходя подожгли дом От орудия преступления думали, избавились Но планы неожиданно для преступников дали сбой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Огонь должен был уничтожить все следы жестокой расправы над женщиной И дать шанс убийцам остаться безнаказанными Но как раз тут план фигурантов и дал сбой Ведь пламя в доме Натальи Кострицы вовремя заметили очевидцы и немедленно вызвали спасателей на место пожара Проводя проверку показаний на месте с Ильей, я уже непосредственно участвовал в качестве специалиста Он признавал свою вину, раскаивался Показал при проверке показаний на месте, как они это совершали, как наносили удары Впоследствии, после совершенного убийства, они решили, и кражи, они решили укрыть все следы преступления своего И решили спалить этот дом Открыли комфортки газа Сложили там вещи кое-какие, газеты набросали там на кухне прямо на пол И подожгли, ну и после этого совсем краденым ушли Тело убитой женщины на диване в одной из комнат найдут именно спасатели, которые приехали на место ЧП То, что труп будет обнаружен так быстро, да еще и огонь ликвидируют до того, как стихия сотрет все возможные следы преступления Убийцы, конечно, не рассчитывали Они ночь дома не ночевали, они ходили, как они потом говорили там по следующим Изначально у них были планы скрыться Однако они не учли того, что они не проследили до конца, что дом не сгорел Они покинули место происшествия, ушли и вернулись только лишь к утру, к дому Где они, в принципе, были задержаны Поэтому они, скорее всего, думали на тот момент, что огонь уничтожит все следы в доме Дом сгорит и, в принципе, их никто не найдет И все же фигуранты предусмотрительно избавились от орудия преступления – ножа Об этом они позже расскажут уже на допросах следователям А во время проверки показаний на месте преступления Илья, старший из двух братьев, даже продемонстрирует, куда выбросили орудие Возможно, в надежде на то, что нож не найдут И, надо сказать, такая вероятность действительно существовала При проверке показаний он все показал И, естественно, у нас встал вопрос, где же нож, которым было совершено это убийство Ну, он пояснил, что нож выбросил в реку недалеко там от дома Вот, в СОЖ Ну, мы ему предложили показать нам это Вот, пошли Где мы находимся? Куда ты нас привел? Мы находимся на речке На речке, где я выбросил нож В котором убил мужчину Так, вот ты нас привел именно на это место Как ты его отведел сюда, это место? Потому что по спуску полностью спускались сюда Тут освещение было какое-нибудь? Ну, как ты вот отведел что-то? Не проведение или именно вот это? Ну, я просто знаю, что освещение сюда нас впускались Ты взялся за лезвие, да? И каким замахом кидал? Ну, в шестерчку Показал нам место, где он выбросил нож прямо в СОЖ В реку Река очень большая СОЖ Мы сами не могли при проверке принять меры к отысканию ножа Поэтому были привлечены водолазы Вот, водолазы приехали Мы им показали место Значит, и вот они в течение недели ныряли, искали Очень большое течение Понятно, что течение песок на дне заносит Удалось в течение недели найти этот нож И вот он торчал просто в дне Так как бросили лезвью, он вторгнулся в дно Из материалов дела станет известно Злоумышленники, прежде чем убить Наталью На протяжении нескольких часов издевались над жертвой Избивая беззащитную женщину руками и ногами В ходе следствия Братья Кольцевы свою вину признали Показали место, где это происходило Показали на манекене, как они наносили эти удары Причем один из них, который старше, это Илья Он по характеру, он был большим лидером Это была его инициатива И он повел за собой младшего Младший к этому моменту, он уже был судимый И его проводили экспертизу У него было выявлено дистанционное расстройство личности Это означает одно из того, что он был, так сказать, более ведомым И он, в принципе, выполнял то, что ему говорил старший брат Поэтому инициатором больше был Илья Он был инициатором нанесения большего количества телесных повреждений, ударов И когда он сказал младшему Станиславу, продолжай ты Тот не мог ему отказать И наносил последние удары И, в принципе, там, перерезал горло Преступников задержали, можно сказать, по горячим следам Уже спустя несколько часов после совершенного убийства Понимая безысходность ситуации Они начали давать признательные показания Но провести проверку тех самых показаний на месте преступления Оказалось непросто Трагическая новость мгновенно облетела жителей города Не оставив людей равнодушными к трагедии В связи с тем, что Наталья Кострица всю жизнь проработала в школе Она воспитала не одно поколение, так сказать, учеников, жителей этого города Поэтому, естественно, ее все знали Она работала учительным дефектологом И поэтому, когда при проведении следственного действия Проверкой показаний на месте Было очень много народа, людей, которые собрались по этому посмотреть Поэтому были приняты все необходимые меры безопасности Плоть до выставления отцепления, чтобы не произошел самосуд Следствие не может доверять лишь словам Расследование строится на достоверных и проверенных фактах И здесь опытные специалисты понимают Нельзя упустить из виду ни одну деталь Для объективности важна любая мелочь Впоследствии по делу было назначено 61 экспертиза проведена Биологогенетические экспертизы И товароведческие, чтобы оценить именно ущерб, который они причинили Строительная экспертиза была проведена по строению по дому Тем временем следователи продолжают допрашивать подозреваемых Оба дают признательные показания Естественно, с этого момента между собой у задержанных никакого общения нет Это делается для того, чтобы в последующем сопоставить информацию, полученную от двоих фигурантов Следователи сравнили показания братьев Костевых, которые практически не отличались Что примечательно, ведущую роль в этом убийстве себе приписывал именно Илья Объясняя, мол, младший брат просто пошел за ним вслед В то же время Станислав свое участие в преступлении не отрицал Отмечая, что также избивал жертву и не давал женщине сбежать Так, еще какие удары наносил, увидел ты твой брат? Нет, он говорит, хочешь попробовать, я такой, ну давай Я только один удар сюда вот сделал Ну, в живот или в грудную? В живот В живот Только один, да? Да, это я на полноценю Ты возле того удара делал, да? Или ты под одеждой не видел тебя? Нигде Не видел, да? И как ты покажи удар ты наносил? От трех клинка ножа пришлось на левую половину живота манекена Расположение самого клинка поперечное в тело А расположение плоскости клинка назад По относительному манекену спереди назад и чуть справа налево Следует сказать, что старший брат, этот Илья Ему было 20 лет на тот момент Он вел себя в принципе более-менее спокойно, если можно это так сказать Давал показания, вот рассказывал об обстоятельствах совершения преступления Что касается младшего брата Станислава Ему на тот момент было 18 лет Вот он, конечно, было заметно, что он сам по себе такой дерзкий по характеру В отношении двоих братьев Костевых была проведена психолого-психиатрическая экспертиза В подобных случаях мера стандартная В том числе и с целью исключить так называемое состояние аффекта Проверка показала Оба фигуранта понимали, что они совершают И осознавали общественную опасность своих действий Позже, во время проверки показаний на месте Илья Костев будет плакать Вспоминая о той ночи, когда они с братом расправились с учительницей На мой взгляд, как бы раскаяния сына такого, может быть, и не было Потому что он говорил уверенно Рассказывал все подробно То есть, ну, как бы... Но у него настроение менялось В ходе проверки показаний на месте Сразу начал вроде бы нормально рассказывать Спокойно там рассказывал, все показывал И потом, в какой-то момент он просто замолкал и начинал плакать Вот, что у него было в душе? Ну, сказать очень сложно Может, он рассказал себя, может, он боялся наказания Которое его за это потом постиг Поэтому, может быть... Ну, я больше склонялся к тому Ну, до сих пор, может быть, даже и уверен Что он все-таки плакал за того, что их вот взяли Ну, так сказать, задержали И впоследствии ему предстоит суровое наказание Поэтому у меня сложилось мнение, что он все-таки вот плакал Расстраивался именно из-за этого Что впоследствии будет очень такое наказание Фамилия Костевы в Черикове давно была на слуху Помимо того, что оба брата имели проблемы с законом Были судимы, причем Илья даже дважды Педагоги помнят их еще со всем детьми Увы, не за победы на Олимпиадах Или медали на спортивных соревнованиях Как раз наоборот Проблемы с учебой и трудности с поведением Нам удалось поговорить с педагогом Которая в свое время преподавала у братьев Костевых И вот что она рассказывала Они не поддавались никакой коррекции поведения То есть поведение все время становилось худше То одно, то другое они делали, то третье И как бы изменить его было невозможно Потому что мать в принципе не занималась их воспитанием Она тоже ездила то на заработки, то еще куда-то И поэтому, ну вот они были как-то предоставлены Больше старшей сестре Старший Илья, я очень хорошо помню Он был таким лидером И старался подчинить себе других сверстников Чтобы втянуть их в какие-то противоправные действия Расследование жестокого убийства учительницы Ищерикова Длилось около 9 месяцев Допросы, проверки показаний на месте, очные ставки, десятки экспертиз В качестве мотива преступления Сами братья Костевы называли следующие Мол, Наталья Кострица стала в некотором смысле инициатором Чтобы семью их сестры Анны поставили на особый контроль В части характеристики потерпевшей могу сказать Что и соседи, и коллеги по работе Характеризовали ее исключительно с положительной стороны Человек, который действительно болел за свое дело Занимал активную позицию общественную То есть, опять же, почему она так поступила Почему она сообщила об этой семье Да потому что просто, наверное, душа болела за этих детей Вот, и живя рядом, да, и проходя каждый день мимо этого дома И видя, в каких условиях живут, растут эти дети Ну, просто не могла, скажем так, смотреть на это спокойно Несмотря на то, что фигуранты вину признавали Сложно сказать, когда к ним пришло осознание всего ужаса Произошедшей трагедии И пришло ли оно вообще Ведь поведение во время суда говорит, пожалуй, об обратном На мой взгляд, они до конца так и не раскаялись Потому что, даже если судить по тому, что они На момент, когда уже шло судебное заседание Они себя ввели вызывающе Вплоть до того, что позволялись высказать Какие-то чешительные реплики в адрес матери убитой Был даже такой момент, факт, что они там Крутили пальцем у своего виска в адрес ее То есть, я считаю, до конца они факт того, что они совершили Не осознали и до конца не раскаялись Спустя ровно 9 месяцев после жестокой расправы над учительницей 10 января 2020 года Расследование этого громкого и резонансного уголовного дела Подойдет к своему логическому завершению В отношении двоих, тогда еще обвиняемых Будет вынесено решение суда В основу доказательной базы Наряду с признательными показаниями Самих обвиняемых Легли результаты проведенных экспертных исследований Результаты обыска Проведенного по месту жительства Костел В ходе которого обнаружено похищенное имущество Из дома потерпевших В целом, их преступная осведомленность Опять же, о орудии преступления Ноже Они указали оба Участок реки Куда они выбросили, где нож был найден Ну и результаты судебных экспертиз Также установили наличие на предметах одежды В которых обвиняемые находились В момент совершения преступления На следов крови, происходящих от потерпевших Вот, поэтому, ну, в целом, анализируя Добытые по делу доказательства Они признаны относимыми, допустимыми и достаточными Для признания их виновными в совершении инкриминируемых деяний В деле о жестоком убийстве учительницы из Черикова поставлена точка Вынесен приговор в отношении двух братьев Они приговорены к исключительной мере наказания Зал суда Чериковского района В тот день не смог вместить всех желающих Кто пришел выслушать приговор В отношении двух братьев Которые совершили это жестокое преступление Журналисты Родственники убитой женщины и обвиняемых А также жители самого Черикова Но окончательное решение по этому делу Было принято позже Смертную казнь братьям Костевым Заменили на пожизненное лишение свободы Смертная казнь это очень легко Пусть мучаются Пусть сидят и мучаются Пусть думают Передумывают Илья и Станислав Костевы В местах лишения свободы находятся уже несколько лет Запрос на интервью они не отклонили Согласились на встречу и беседу с журналистами И вот что они говорят сегодня Почему? За пьянкой скорее всего За то, что были выпившие Не смогли себе вовремя зажать Проконтролировать Свой поступок Большинство из того, что там было Я уже просто не помню И каждый день пытаюсь Хотя бы вспомнить Чтобы картина была более ясная Я не могу вспомнить А сколько вы выпили перед этим? Ну, не знаю Не так-то, наверное, много Ну, русский, наверное Четыре пива И водки-то, наверное Тотки побегу Алкоголь Необузданный гнев на его фоне Это первое, что вспоминает сейчас Находясь уже в тюрьме Илья Постепенно он сумел освежить в своей памяти События той страшной ночи Как вы поняли, что она уже мертва? На движении ничего С ее стороны уже бы решили Не осталось, поняли Чуть позже После того, что пошли на улицу Покурю То есть пришло осознание, что все Самое необратимое уже сделано Что уже ничего нельзя изменить Стас предложил, говорит, давай там Пальц забираем, говорит Родукты там, вещи всякие Зачем они, они нам не нужны Потом побрасываемся Все, говорит, просто заберем Говорю, давай Все позабирали Сложили всякие покрывала Занесли К нам Я говорю, надо Выбросить Родья преступления Шмотки Брасали Поспали Потому что По нему могут найти Станислав Своё появление У дома учительницы Объяснил вовсе Нежеланием поговорить С женщиной Или отстоять Интересы сестры И якобы Парень отправился За братом Лишь с той целью Чтобы удержать Илью Если гнев Возьмёт вверх Но не удержал Ну я пошёл с той целью При случае чего Чтобы его успокаивать Или Да Если какие-то будут у него Проявления Какая-либо Агрессия Не получилось У меня У него Успокоить Когда ваш брат Взял в руки нож Почему он в этот момент Ничего не сделал Ну у меня Боясь Проявилась То что он Агрессивный Я не знал бы Как он Бог мог бы себя Проявить В отношении меня Увы Дать ответ на вопрос Почему же В тот момент Когда ситуация Достигла критической точки Станислав Не позвал никого На помощь Раз уж сам Не сумел Совладать с родственником Он так и не смог По истечении Почти четырёх лет С момента трагедии У Станислава Так и не нашлось Слов И для близких Убитой Натальи Кострицы Сейчас у вас есть Возможность Обратиться к родственникам Натальи И сказать то Что бы вы хотели Им сказать Ну если вам есть Что им сказать Нет Конечно Ничего сказать Нет Вы не хотите Нет Не извиниться Не Уже всё Что я хотел сказать Уже сказано Старшим уже из братьев Илье Костеву Оказалось Есть что сказать Близким погибшей За эти годы Молодой человек Успел не раз Обдумать свои действия И прокрутить события И той ночи В голове Поминутно Однако Обращаться К родственникам Убитой учительницы До этого момента Говорит Сам не решался По сути причинял Боль и страдания Я прекрасно понимаю Ну извиниться Мне тоже не хватает Знаете Все Мужество Что бы написать Хотя бы пару срок Чтобы извиниться И всё-таки Ближе к финалу Нашего разговора Илья нашёл в себе Силы и смелость Обратиться К родным Натальи Кострицы И сказать им то Что давно собирался Я искренне сожалею О том Что произошло Между нами Наталья Кострицы Если вы когда-нибудь Сможете То Пожалуйста Простите Мы не хотели Чтобы так всего Обошлось И причинить Тем самым Боль Своим Соответственным К сожалению Этих слов Раскаяния Уже никогда Не услышит Отец Натальи Кострицы До выхода В эфир проекта Василий Гордеевич Не дожил Буквально Несколько Недель Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова